Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном наскладе. Сегодня у нас с вами тема 4 короля, но я назову ее просто 4 варианта. И мы сегодня узнаем, что происходит между вами. Между вами и загаданным человеком. Вот здесь даже я взяла рыцаря мечей, потому что в этой колоде каким-то причудливым образом король мечей изображен в женском образе. Ну и чтобы плюс-минус как-то уравнять всю эту ситуацию, здесь у нас кто хочет ориентироваться на астрологию мечевая стихия, кубки, жезлы, пентакли. Либо выбирайте чисто внешне, какой вариант вас больше притягивает сейчас. Итак, что же происходит между вами? Друзья, огромное спасибо вам за донаты, за финансовую поддержку моего канала. Невероятно ценно для меня, приятно. Я вас очень благодарю за поддержку. Итак, давайте с вами смотреть. Что происходит и какие решения, может быть, приняты, в каких отношениях. Итак, те, кто выбрали первый вариант. Что между вами было? Что есть? И что будет? Вариант второй. Что между вами было? Что есть? И что будет? Прямо хулиганство какое-то сегодня, да, устроила тут. Третий вариант. Что было? Что есть? Что есть и что будет? Ну и, наконец, четвертый вариант. Или те, кто ориентируется на астрологические стихии. Пентакли или король. Что между вами было? Что есть? И что будет? Дополнительно еще возьмем послание от каждого из загаданных королей. Итак, послание первому варианту, мечевый король. Кубки. Послание для вас. Послание от жезлового короля. Для третьего варианта. И четвертый вариант. Какое послание для вас? Итак, ну что ж, вот такая вот сегодня у нас интересная мозаика. Первый вариант. Те, кто выбрали мечевого короля, да, ну здесь у нас рыцарь мечей, или кто ориентировался на изображение. Давайте смотреть. Что было, что есть и что будет. Итак, ваше прошлое. Вы, видимо, очень быстро как-то с этим человеком воссоединились. Может быть, это было какое-то такое небольшое расстояние от момента, когда вы познакомились. Если, может быть, даже съехались. Или это показывает о том, что ваша страсть была настолько импульсивная и необузданная, что между вами очень быстро произошло сближение в интимном плане. То есть очень много активности, очень много нацельности друг на друга. Ну и вообще такие горячие отношения, несмотря на то, что здесь у нас мечевая стихия. Что сейчас между вами происходит? Сейчас вы переживаете некий такой кармический урок, который, может быть, заключается в том, что отношения, которые между вами происходят, вас точно не устраивают. И вы ломаете голову, да, зачем мне все это, что мне с этим делать, для чего мне эта ситуация дана, какой я должна извлечь из этого урок. В общем, сейчас происходит какое-то такое перерождение, трансформация и у вас, и у него. То есть вы в своей жизни как будто бы недовольны положением вещей, теми обстоятельствами, которые происходят, и пытаетесь сделать из этого какой-то вывод. Ну и что же будет? Слушайте, у вас будет замечательный шанс в ближайшее время, потому что вся вот эта свистопляска, все эти кардинальные перемены, перестановки вашей жизни, они были для того, чтобы вы как-то иначе, по-другому взглянули. И на себя, и на ваше отношение к тому, что такое союз между двумя людьми, и на вашу жизнь. Поэтому в ближайшее время, либо человек проявится, да, таким образом, ну как бы даст вам маячок, что я заинтересован еще в этих отношениях, давай попробуем еще разочек. Ну и давайте с вами посмотрим, какое послание для вас у него сегодня. Друг твой не пришел. Послание это на самом деле, знаете какое, у нас мечевые, если мы на это будем ориентироваться, товарищи, они достаточно сдержанные в проявлениях эмоций, а некоторые, может быть, даже боятся эти свои эмоции обнаруживать, как-то их скрывают, стараются себя, в общем, в этом отношении лишний раз никакому риску не подвергать. Например, это человек, который чувствует, что отношения, допустим, выходят на какой-то новый виток, да, что нужно принимать какие-то решения двигаться дальше, переходить на какой-то более серьезный формат отношений. Из-за того, что так страшно, они предпочитают выбирать стратегию эскапизма и убегания. То есть, мне так страшно, я лучше скажу, что я заболел, я не пойду, я ничего делать не буду. Да, друг не пришел, проблем нет. В общем, это говорит о том, что человек сейчас по какому-то поводу трусит, да, и не готов принимать, возможно, какие-то глобальные серьезные решения. Вот такая информация вам для размышления. Те, кто выбрали второй вариант. Что было, что есть и что будет. Итак, что было. Возможно, кто-то смотрит на своего бывшего партнера официального, да, на мужа, потому что здесь у нас показывается пентакливая королева. То есть, женщина, которая, ну, жила в таком достатке, да, ее все устраивало, у нее была такая выверенная, упорядоченная жизнь, без каких-то особых неприятных сюрпризов. Все было очень последовательно, все шло своим чередом. То есть, были спокойные отношения. Если это был какой-то новый человек для вас, то вы как-то очень планомерно, спокойно сближались, да, без всяких рывков. Может быть, это отношения, которые переросли из дружеских в любовные. Вот так рисуется ваше прошлое. Ваше настоящее. Посмотрите, такое ощущение, что ваш загаданный человек теперь тоже как будто бы вошел во вкус солидности какой-то в отношениях, серьезности, стабильности, фундаментальности и основательности. Потому что он вдруг себя почувствовал, ну, как будто бы вам соответствующим, да, королем Пентакли. Как интересно. То есть, произошли такие метаморфозы из такого очень чувственного, сентиментального человека. Может быть, не очень крепко в эмоциональном плане стоящего на ногах. Он переродился вот в такого вот основательного, импозантного человека, короля Пентакли. Ну и в настоящем как будто бы есть хорошие шансы укрепиться в этих позициях и в действительности создать семью. Если вы до сих пор этого еще не сделали. Может, вы действительно смотрите на своего супруга. Ну и что же в будущем? Вас впереди ждут какие-то приятные сюрпризы, которые могут происходить неожиданно, спонтанно, очень активно и стремительно по магу. Может быть, это исполнение какой-то давнишней мечты, которая для вас была такая из разряда фантастики несбыточной. Но, тем не менее, маг – это карта, которая говорит о том, что все в ваших руках и самые смелые ваши задумки сейчас могут воплотиться в реальность. Тем более, что здесь у нас две такие стабильные основательные карты. Королева Пентакли, Король Пентакли. Все к тому идет. Ну и какое же у вас послание для вас от Короля Кубков? Не падай духом, где попало. Да, может быть, недавно между вами был какой-то разговор, где вы ему дали понять, что... Ну, вы, может быть, не до конца верите, что ваши планы осуществятся. А планы, может быть, действительно грандиозные. И он пытается вас заверить, что в случае чего он окажет вам поддержку, вместе вы обязательно со всем справитесь. Вот такой второй вариант. Третий вариант – те, кто выбрали Короля Жезлов. Давайте смотреть. Подсказочка. Что было? Ваши отношения начались с какой-то невероятной эмоциональной поглощенности. Несмотря на то, что Жезловая стихия у нас здесь присутствует, это человек, которого оно просто в буквальном смысле, может, даже на слезу пробило. Он как-то очень расчувствовался. А при том, что довольно часто люди этой стихии у нас ориентируются именно на какую-то страсть, на такое физиологическое проявление здесь человека цепануло именно в эмоциональной сфере. Может быть, вы какие-то задели душевные такие струны, может быть, что-то сентиментально очень связанное с детством. То есть он к вам проникся. То есть посмотрите, вот это солнце, это солнечная стихия, которая здесь в два ручья плачет. То есть вы его невероятно как-то растрогали, впечатлили. Что между вами происходит сейчас? Сила. Вас невероятно влечет друг к другу. То есть сентименты и эмоции – это, конечно, хорошо, но куда же наши огненные представители без сексуальности и страсти? Это отношения, которые наполнены жаждой обладать друг другом, жаждой проявляться в сторону друг друга, присутствовать максимально, насколько это возможно, в жизни друг друга. Чтобы было меня много, чтобы меня было заметно. Здесь у нас очевидно и львиная какая-то энергия прослеживается. В общем, это такая страсть дымящаяся, которую издалека видно и которая чувствуется на расстоянии. Что вас ждет в будущем, загаданным человеком? Скорее всего, вы получите дивиденды, прибыль от того, во что вы так долго вкладывались. Если вы свою эмоциональность, вот эту привязанность долгое время пытались привести к такому, знаете, общему знаменателю в виде дома, семьи, продолжения рода и детей, то очень может быть, что это даже указание на беременность. Редко, когда я такое говорю на семерку Пентакли, «Друзья, ну поскольку я из потока эту информацию беру, вот просили передать». Для кого-то это очевидно зачатие беременности или роды впоследствии. То есть у вас явно будет какая-то прибыль в ваших отношениях, какой-то достаток. Но это вы долго этого ждали, долго к этому шли, ну и вполне закономерно, что вы это получите. Послание от короля Жезлов. Улица седых, но не старых. Ну, здесь такая у нас шуточная информация про то, что никогда ничего в любом возрасте не поздно начинать. Да, может быть, даже если опять же мы будем касаться этой репродуктивной темы, и вы переживали, что поздно уже, не переживайте ничего не поздно. Пока вы живы, все возможно. Вот такая вот для вас информация. Ну и, наконец, четвертый наш вариант. Король Пентаклей, да. Какая информация для вас? Так, послание мы пока вот сюда положим. Итак, что было в прошлом ваших отношений? Ну, тут, скорее всего, люди, которые жили вместе, либо были парой, либо были даже женаты, потому что здесь у нас четверка Жезлов. Очень много приятных, оптимистических, светлых, теплых воспоминаний, которые вас объединяют. Какое-то торжество, праздник. Может быть, вы на этом торжестве и празднике, кстати, познакомились. Может быть, на свадьбе ваших друзей. То есть такое безоблачное, прекрасное, оптимистичное прошлое. Что сейчас между вами происходит? Ну, тут называется что-то приуныл, да, по четверке кубков. Что-то такое происходит, что повергает вас почему-то в состояние апатии. Либо отношения стали развиваться не по тому вектору, да, немножечко пошли не туда. И вы то ли немножко подразочаровались в них, либо вам как-то мало проявлений со стороны загаданного человека. То есть сейчас есть какие-то основания для печали. Не все так радужно, как начиналось. Ну и что же в будущем? Будущее у нас предзнаменуется картой семерка жезлов. А это значит, что нужно будет проявить какую-то стойкость. Что-то отстаивать, что-то защищать. Может быть, не сходить с каких-то своих принципиальных позиций. То есть это такие отношения, в которых пока еще то ли притирка идет, то ли вы до сих пор выясняете, кто главный, да, или вообще распределяете роли в ваших отношениях. Поэтому здесь будет довольно много, ну, такой конкуренции, борьбы за власть. И вот именно вот этого желания отстоять свое, защитить себя, чтобы ваши позиции, ваши границы уцелели. Ну и давайте посмотрим, какое послание от Пентаклиевого короля. Друзья, верните в моду любовь. Вот, послание вам такое. Не слишком ли мы с тобой, дорогая, заигрались в выяснение, кто здесь царь горы? Да, у кого мощнее причиндалы. Может быть, он говорит, хватит мериться приборами, да, давай вспомним, что вообще-то мы с тобой изначально сошлись, потому что мы любили друг друга, испытывали очень много симпатии друг друга, нежности. Давай вернем в моду любовь в нашей семье, в наших отношениях, в нашем замечательном союзе. Я вам, друзья, от всей души этого желаю. Итак, ну что ж, мои милые, вот такой сегодня получился у нас нарративный расклад на тему, что же происходит в ваших отношениях. Может быть, было немножечко как-то сумбурно, спонтанно. Поделитесь своими впечатлениями. Друзья, огромное вам спасибо за финансовую поддержку моего канала. Благодаря этому он в том числе существует. Я вам очень признательна. Спасибо за лайки, за комментарии, за оформление подписки. За личными раскладами можно обращаться через личное сообщение ВКонтакте или по почте. Спасибо, что нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. И непременно приходите на новый нарративный расклад.